СПАРТАК Ну что ж, смотрим. Чертанова второй тайм начинается с центра поля. Ну и сразу вперед пошли в гости. Перехватили мяч. Сиафилактов на Рассказова. Евгеньев с Рассказовым отыгрался. И сейчас перехват там рукой сыграл игрок-то. Чертану. Арбитр промолчал. И что тут? Вне игры. Вне игры фиксирует арбитр у гостей. И это первое положение вне игры в этом матче. В самом начале второго тайма. Там сейчас стычка у нас небольшая. По одной желтой карточке в первом тайме получили футболисты в той и другой команде. Замен В перерыве не было. Ну и все в порядке. Конфликт решен. И СПАРТАК свободный удар. Разыграют. Сиафилактов. Рассказов. Хорошо сейчас мяч я прокинул. И набирает скорость подачи в штрафную. И Макеев. 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 Аут в любом случае. Мяч у СПАРТАКа. Рассказов. Теряет мяч. Глухов. Тут же отбирает. Цыганкоав. Ну и можно перевести. Перевести. На Ларину туда и передача пошла. Заброш штрафную. Киселев исполнял. На Ломовицкого. Ломовицкий в первом тайме очень много. За счет индивидуального мастерства. Моментов создавал. Сейчас до него мяч не дошел. Но продолжается так СПАРТАКа. Снова Ломовицкий. И пробить-то. Не дали. Вынос Чертанова. Рассказов. Один. Сейчас хорошо. А ты разыграли. Ну и пораньше-то передачу-то сделал. Рассказов. В итоге потеря. И сейчас контравыпад. Чертанова. Ну и хорошо разобрались. Глухов. Назад. Передачу. Максименко в руки брать нельзя. Миронов. Снова Миронов. Ломовицкий. Ларин. Ну и Ларин-то на ровном месте. Чуть был мяч не потерял. Повезло, что с нарушением правил здесь. Арбитр усмотрел. Ломовицкий. Ломовицкий скорость набирал. Держали его. Нарушены правила. И Ларин. На Ломовицкого. Ломовицкий грузит штрафную. На дальнюю идет. Мяч не добирается никто там. Ну и Глухов не догнал мяч уходящий. А Спартак-то Спартак поджимает. Выигрывает борьбу Цыганков и Феофилактов. Под конец первого тайма у Феофилактова немножко прицел сбился. Пару передач он неточных сделал. Но сейчас все в порядке. Ну и Миронов сейчас зарабатывает штрафной. Быстро Спартак разыгрывает. Ларин. Налево. И можно, можно, можно. Скорость на Ларина набирать. И не стал идти вперед. Чертанова всей команды в обороне. Сейчас Спартак хорошо комбинирует. Кто первый-то будет? Глухов. А Глухов вне игры надо было рассказывать. Бежать к этому мячу. Пять минут команды в первом тайме. Во втором, конечно же, уже сыграли. 0-1. 1-0. Даже так. Спартак впереди. Чертанов идут. Вот так Миронов хорошо сыграл. Нужно гол забить сейчас Спартаку. Второй, чтобы уже поспокойнее себя чувствовать. Все-таки 1-0. Это довольно-таки шаткое преимущество. В любой момент могут Чертанова что-нибудь придумать впереди. Счет сравняй. Сейчас Спартак хорошо. Киселев. Рассказывал. 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 Есть. Есть. У него пространство-то бежит. И увидел-то хорошо сейчас. Макеев. Макеев. Ну, Макеев. Макеев. Нужно было решать этот эпизод. В итоге угловой. Провulty на его взгляд. Нет. Men. Капец. Габц. Да. Ні. Ні. Капец. Bez! Бзапец. Біганки. Маев. Бзапец. Маев. Бзапец. Заброшу штрафную. Ввели мяч и можно сейчас решать Ломовицкому. Евгеньев пытался сейчас убрать соперника и мяч потерял в итоге. Ну и желтую карточку вторую, если я не ошибаюсь. Ларин получает и что, удаление будет? Да, удаление. На ровном месте Спартак сейчас схлопотал это удаление. Ну, рефери сегодня довольно-таки странно судит. Да. Ну что ж, на сорок девятой минуте Спартак 98 остается в меньшинстве в матче с Чертанова. 98. Ларин. Вторую желтую получил, ну и оставил свою команду в меньшинстве. Тут же замена у Спартака готовится. Калошин готовится в игру вступить. Посмотрим, кого же заменит он в итоге. Ну и сейчас левую фланг у Спартака. Провис туда, Глухов пошел. Чертанова. Идут в атаку. Первым таймом Чертанова левым фланг больше атакал, а сейчас направо начали. Ну, естественно, Ларина удалили. Сейчас у Спартака там проблемная зона, но справляется с этой атакой красно-белой. и в атаку пойти не получилось. Сейчас хорошо Глухов поборолся и с Мироновым там выходит из обороны. Заброс штрафную, не надо давать такие принимать-то. Ну и Феофилактов хорошо сыграл, повезло, что сейчас в руку меч попал. Замена у Спартака. Калошин в игру вступит. Смотрим, кого заменит. Макеева меняет. Не спешат никуда Спартаковка. Счет 1-0 в пользу Спартака и в меньшинстве Спартак практически весь второй тайм еще проведет. Калошин вышел. Максименко сейчас подскользнулся и ошибку совершил. Мяч отдали Чертанову. Евгеньев нарушение правил. Борьбу вел. Чертанов почувствовали, что Спартак сейчас немножко подсел и пытаются, пытаются организовать давление. Бить не дать. Хорошо, разобрались. Подача идет штрафнув. Феофилактов хорошо мяч выносит. Евгеньев-то не получилось добавить и атака у Чертанова продолжится. Еще один заброс в штрафную. Там Максименко. Рассказов. Уже не бежит вперед, а старается мяч подержать. Калошин. Хорошая диагональ. Доберется Глухов? Нет, не доберется. Не доберется Глухов здесь до мяча. Чертанова. Левым флангом пытаются сейчас атаку развить. Ну и хорошо Миронов надежно сыграл. Пятьдесят четвертая минута встречи идет. Спартак девяносто восемь. Чертанова. Девяносто восемь. Один ноль впереди Спартак. Сейчас красиво гости атакуют. Ну и Спартак совсем прижался к своим воротам. Нет никого впереди. Там Киселев бегает. И Евгеньев. Без нападающий Спартак играет. Ну и сложно. Сложно. Максименко никуда не спешит с вводом мяча в игру. Максименко понимает то что нужно паузу эту выдержать. Выигрывает верховую борьбу. Чертанова и идут вперед. Снова левым флангом атакуют. Ну и повезло сейчас что от газон споткнулся игрок. Чертанова а что здесь? Да, какое странное решение арбитры. Глухов теряет мяч. Ну и Спартак снова в оборону садится. 55 минут сыграли команды. Ну и хорошо сейчас мяч отбирает рассказов. Сделать бы передачу. Ну мяч это главное сохранил в итоге. Для команды и аут нужно вводить. Феофилактов там один нет. На Цыганковой эта передача была. Ну и в итоге Феофилактов. Калошин. Сильно вперед. Там Ломовицкий до мяча не доберется. Спартак совсем-совсем после этого удаления. Ни одного выхода вперед не сделал. Ну и в итоге нарушение еще Феофилактов. Нарушил правила. Мяч то отбросил. Ну что жёлтую карточку? Жёлтую карточку. Арбитр ему еще покажет за отброс мяча. Нервничать Спартак начал. Неужели так это удаление сильно сказалось? Штрафной исполнит. Чертанова. Сразу пять футболистов гостей возле мяча что-то там задумывают. пострадали. Ну и смотрим. Удар поворотом не точно. Чертанова. Активно пытается. Чертанова. Выпросил. прессинг организовать сразу 5 футболистов гостей на плене поле спартака но хорошо сейчас максименко мяч выбил ломовицкий ломовицкий смещается центр и можно можно на евгеньева передачу то сделать вот он один нет ну не увидели не увидели они сейчас евгения и контратака черта ну максименко 1 1 будет на мяче заберет его в руки да так и есть но и потянуть потянуть старше время правильно делать рассказов обработать не обработал срезается мяч с ноги у игрока гостей но в итоге зацепились здесь за мяч спартаксы не подсказали друг другу что-то накрывали их сзади и чертанова в атаке подача и выносит мяч ломовицкий ломовицкий подержать-то мяч теряет совсем не клеится у спартака после этого удаления ларина игра изменила свой вид чертанова пытается сейчас растянуть оборону спартаковцев но и вытащить подача идет и удар поворота максименко максименко браво александр спасает спартак сейчас двоем против 1 чертанов спартаксы боролись и дали тому пробить поворотом 60 минута подходит концу 1-0 спартак впереди и подача будет с углового хорошо тут феофилактов мяч в ночь ломовицкий зацепиться зацепиться за мяч то нужно нарушены правила но и хорошо хорошо феофилактов сильно вперед рассказов меч то убрал и потерял но хорошо на глухого сейчас сыграл глухо борется и нарушение правил хорошо хорошо штрафной спартаксы зарабатывают цыганков возле мяча ну что бить будет или все-таки подачу исполнить смотрим подача такая с забросом на ворота но в любом случае защитники головой мяч отправляет на угловой удар евгенив идет исполнять угловой никуда не спешит евгений подача и выносится мяч и штрафной рассказов 1 на мяче и передачку бы сделано миронов на глухого нет это не глухов это евгенив там евгенив пытался решить эпизод но и нарушение правил все правильно чтобы вернуться в оборону правда чертанова быстро разыграли идут вперед гости сейчас хорошо гости комбинируют ну и в итоге мяч теряют на руку это спартаку 63 минута заканчивается 1-0 спартак впереди ну и спартак в меньшинстве играет ларин получил две желтые карточки и в самом начале второго тайма поле покинул максименко пытается хитрить феофилактов хорошо борьбу выиграл передачу правда не получилось сделать но в любом случае секунды-секунды для команды выиграны чертанова правым флангом атакует мяч теряют пляжем спротока нужно зацепиться за мяч и постараться поддержать тем более гости предоставляют такие возможности сами теряют мяч порой на ровных местах вот как сейчас миронов мяч для спротока сохранил ну и теперь уже аут гости бросит замена у спартака еще одна произойдет снова спартака на ровном месте мяч теряют ну и замена у спартака произойдет клочков девятом номер на поле появится кого будет менять меняет глухого глухов не спешит 66 минута заканчивается ну и аут гости бросить порядка двух минут в итоге убили с этой минуты с этой замены хороший сейчас перехват и можно можно бежать вперед 3 в 3 атака спартака миронов курс набирает можно можно делать передачу на ломовицкого то ломовицкий мяч получает и мимо мимо ну и зачем миронов то уже всем показал что будет эту передачу исполнять может быть самому нужно было попробовать решить на замахе как-то убрать ну решил так разобраться нам конечно с бровки тут проще рассуждать чертанова очередную атаку начинает снова флангом уже правом сейчас штрафной то вошел игрок хорошо колошен на опережение сыграл и долиную передачу на киселева киселев до мяча доберется нет не добирается мяч покидает пределы поля снова на правый фланг передачу чертанова следует там миронов борьбу выиграл передачу не смог сделать и что тут чисто чисто все показывает арбитр цыганков ломовицкий с рассказываем снова ломовицкий передача на киселеву не точная сейчас про такая игрок на газоне сидит арбитр дождался пока мяч у спартака будет и остановил встречу что там миронов лежит после этого пробег пробежки такого чужой штрафной площади ногу свело у леонида все порядке подымается он с газона встречу продолжить 70 минутам идет 10 спартак впереди и спорный мяч чертанова мяч вернули аплодисменты получили вот миронов уже как будто ни в чем не бывало снова скорость набирает может быть хитрость футбольная была киселев хорошо сейчас ушел делал передачу на ломовицкого ломовицкий ломовицкий есть здесь коридор то он мяч до штрафной доставил в итоге отворот мяч в игру введет вратарю чертанова 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 по центру атаку развивать перевели налево все таки с мячом чертанова остались и феофилактов там надежно последние 10 минутка пошла чертанова в атаке не фалить и не дать то пробить как он так прошел то но ребята нельзя так делать рассказов там стоял смотрел как игрок чертанова мимо него пробегала пробил поворотом снова максименко спасает опасно было то в этом эпизоде справились клочков цыганков и переводит мяч на киселев киселев один мяч получает через середину играет евгеньев с ломовицким на коротке и сейчас хорошо увидели рассказывал рассказов хорошо отыгрались и защитник прочитала чертанова в итоге надо сейчас в оборону то садится бегут гости вперед и хорошо тут разобрались правильно мелкий фолк евгеньева напомню что спартак играет меньшинстве в десятеро ларин две желтые получила и на сорок восьмой минуте матча в самом начале второго тайма ушел с поле но игра совершенно у нас поменялась чертанова играет первым номером полчаса уже практически но смотрите втроем да спартаковцы были и все равно игрок чертанова там на линии штрафной мяч получает правда не удалось ничего создать но в любом случае дают спартаковцы действовать ваут улетел 73 минута заканчивается 7 минут остается спартаку дотерпеть достоять ну и чертанова сейчас высокий прессинг пошли в итоге меч это отбирает правда не точная передача феофилак то не ошибся калошин дальше налево и миронов скорость набирает держали его руками хорошо уходит клочков он вышел на замену свежий довольно таки должен быть еще от передач на ломовицкого не доберется не доберется ломовицкий до мяча ну и нужно обратно в оборону идти уже здесь отрабатывать чертанов в центре поля пытается снова спартак вытащить глубоко не выходит спартак и мечта перехватывается гонков правильно правильно нужно подержать здесь мяч клочков назад на калошина рассказов есть на него и передача идет есть время мяч принять на главный упустить сейчас хорошо разобрался здесь рассказов и скорость набрал пробьет нет там уже встречали садиться нужно снова в оборону спартаку уже устали сейчас на ровном месте игрок чертанова спотыкнулся лежит на газоне но и можно этим воспользоваться спартаку ломовицкий удар какой хороший то получилось то попал створ вратарь на месте у чертанова пока сейчас феофилактов доставил мяч прямо нам сюда в комментаторскую будку все вроде живы и техника вся цела что замена у чертанова тем временем произошла 17 номер сухоносов на поле появился честно говоря не увидел кого он заменил а заменил когда кондакова судя по всему да третий номер у чертанова ушел спорят ну что 76 минута подходит концу 4 минутки буквально остается спартаку потерпеть чтобы закончить этот матч победы ну и сейчас грубость ну что красная карточка будет показана красная показывается шестому номеру захарову чертанова за это грубое нарушение ну что ж уравнивает арбитр под конец матча составы команд ну что ж теперь полегче будет спартаку последние три с половиной минут эти провести в равных составах будут играть 10 на 10 ну и ту же у спартака замена готовится дмитрюк на поле появится посмотрим кого заменим в любом случае игра теперь повеселее будет для спартака ну а чертанова будет сложно идти вперед феофилактов у нас на желтой карточке нарушает правила правда не грубо это было ну и штрафной опасный для гостей смотрим мы на этот штрафной подача высокая на дальнюю штангу слишком сильно хорошо ну и замена у спартака смотрим дмитрюк под 19 номера на поле появится кого заменит спартак естественно никуда не спешит производить эту замену снова время выгадывают спартаковцы ну и в итоге вышел дмитрюк заменил евгеньева 79 минута уже идет черта но сейчас опасно так может провести феофилактов хорошо поборолся и штрафной штрафной заработал что полтора минуты остается ну и потихоньку будем подводить итоги спартак 98 черта но 98 счет 1-0 пользу спартака заканчивается у нас уже время остается чуть больше одной минуты ну и спартак первый тайм выиграли все таки а во втором ларин удаление схлопотал на вторую желтую чертанова довольно таки опасно атаковали правда под конец арбитр уравнял состава и удалил у чертанова захарова 6 номера но в любом случае вы стояли до стояли 40 секунд остается играть в этом матче ну что пойдет на штурм чертанова посмотрим сейчас передача прошла это миронов мимо мяча проскакивал нарушены правила все хорошо штрафной спартак исполнит за 20 секунд до конца матча ну и максименко вперед будет выбивать максименко сегодня не из героев матча совершил несколько сейвов спас свою команду вынес мяч ну и все арбитр дает финальный свисток окончена встреча победы с победой поздравляем всех красных белых ну и я с вами прощаюсь до новых встреч в эфире в эфире